Экзамен для руководителей управляющих компаний. Мероприятие добровольно-принудительное, но с весьма серьезными последствиями. Двоечникам запретят работать в сфере ЖКХ. Много ли не аттестованных компаний сегодня обслуживают дома новосибирцев, выяснял Николай Сальников. Ведется видеофиксация, поэтому средствами телефона, телефоны связи, народа, даже не используется. Телефоны сдать, соседам не переглядываться. По новым правилам, чтобы получить лицензию для работы, руководство управляющих компаний обязано сдать квалификационный экзамен. Главная цель – не допустить до управления жилым фондом случайных дельцов. На праздник знаний управляющая компания обязана отправить любое должностное лицо – директора, его заместителя или главного инженера. Подтвердить необходимый уровень квалификации предприниматели обязаны до апреля. Те, кто до конца марта не сдаст, он не успеет подать заявление на получение лицензии. Соответственно, после 1 апреля, начиная со второго органа местного самоправления, на территории которых находится жилой фонд управляемой компанией, должен быть по конкурсу, либо по инициативе территориальных администраций, должны быть инициированы собрания граждан и определена иная управляющая компания. Нешкольный возраст экзаменующихся вовсе не означает поверхностное отношение контрольной комиссии. Ни один из шести ее членов не знает, кто в этот день зайдет в аудиторию, а результат определяют автоматически. В списке 100 вопросов для положительной оценки необходимо ответить минимум на 86. Старая истина – хороший человек – это не профессия, теперь распространится и на предпринимателей от ЖКХ. По сути, сам экзамен не дает квалификацию добросовестности и отношения к работе. Сам экзамен характеризует образовательную подготовленность и квалификацию специалиста, которому доверенно управлять многоквартирными жилыми домами. Валентина Боярина вышла из класса с успехом. Ей помог 15-летний опыт работы в ЖКХ. Каждый специалист, каждый руководитель, он обязан просто знать эти вопросы, они повседневные. К слову, сегодняшнее испытание не прошел каждый шестой. Теперь либо пересдача, либо смена профессии. Знакомое со школьной скамьей объявление невольно вызывает легкое волнение. Однако на сегодняшнем экзамене ставки значительно выше. Чем больше отличников выйдет из этой аудитории, тем больше новосибирцев смогут назвать свой дом крепостью. Николай Сальников, Александр Егоров, Новости ОТС.